20 лет спустя после терактов 2001 года Америка почтила память своих жертв. Президент Джо Байден посетил все три объекта, ставшие мишенью нападения 11 сентября, возложив цветы и у мемориала в Пентагоне. Здесь от самолетов, угнанных боевиками Аль-Каиды, врезался в стену здания военного ведомства, убив 125 человек. В сопровождении вице-президента Камалы Харрис Байден принял участие в нескольких памятных мероприятиях. Джордж Буш, бывший президентом США во время трагедии, посетил Пенсильванию, где у города Шанксвилл при попытке пассажиров обезвредить захвативших его террористов, рухнул последний четвертый самолет. «В течение нескольких недель и месяцев после теракта в 11 сентября я гордился тем, что возглавлял необыкновенный, стойкий и сплоченный народ», сказал Буш. «Если мы говорим о единстве Америки, то это дело прошлого. Злые силы, кажется, действуют, и они превращают каждое разногласие в аргумент, а каждый аргумент – столкновение культур. Большая часть нашей политики превратилась в призывы к гневу, страху и негодованию. Это вызывает беспокойство за нашу нацию и за наше совместное будущее». Вирджинии перед мемориалом 11 сентября почтил память погибших генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вспомнила жертв трагедии канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с официальным визитом в Польше, перед тем, как дать неоднозначную оценку последовавшего вторжения в Афганистан. «Теперь мы должны признать, что хотя нам удалось победить терроризм, который ставит под угрозу нашу безопасность, в настоящее время мы еще не достигли всех наших целей», – сказала Меркель. В ознаменовании 20-й годовщины терактов за пределами Виндзорского замка британских монархов во время церемонии смены караула прозвучал гимн США. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...